Всем привет! Вы на канале Кукушоу и мы сегодня выбрались в то самое место, куда не смогли выбраться на буквально недавно прошедших соревнованиях. Но понемножку будем реабилитироваться и попробуем это место заново. Рыбаков очень много, но мы нашли небольшой, скажем так, участок берега, где можно поставить лагерь и отдохнуть. С нами сегодня также Леонид, Илья и самый главный рыбак, он где-то там за палаткой, это Влад. А вон он, самый главный рыбак. Сейчас мы пока что раскладываем лагерь, потихонечку подготавливаемся, будем делать первые забросы, закормы. А, кстати, точно, первая рыбешка уже есть. Илья поймал небольшого ерша. Ну, как говорится, сезон фидера у нас открыт. Так что встретимся чуть позже. Ну что, последние приготовления закончены. Вот мой стол, начать буду рыбачить сегодня на червя опарыша. Прикормка готова. Если честно, то собрал ее из остатков то, что осталось после зимы и прошлый год. Немножко добавил кукурузы, будем надеяться, что кто-нибудь поймается. Вот такой вот у нас вид. Там что-то на дорогом берегу у нас грузят. Сегодня солнце, погода плюс 31. Наши рыбаки уже поймали вторую рыбку. А мы пока с Леонидом. Вот он как раз сейчас сидит, что-то пытается закормить. Дубинем понемногу. Ну ладно, надо закармливать точку и начинать нашу рыбалку. Всем здорова, ребята. И вот сегодня мы решили попробовать вместо прикормки попробовать закинуть в кормушку чипсы Лейс. Просто чипсы Лейс будем пробовать, может что клюнет. Немножко просороченные. Да, на сколько, на полгода. Но вдруг рыбам понравится. Ну что, ребята, делаем ставки. Клюнет что-нибудь после чипсов Лейс или нет? Ждем. Ну что, рыбалка рыбалкой. Но мы планируем также вечером немножко отдохнуть. И поэтому мы привезли немножко шашлыков, мангальчик. Немного, скажем так, по-культурному. Отдохнуть сейчас вот разжигаем. К вечеру у нас есть шашлычок. Также взяли сковородку. Если, конечно, что-то поймаем, то, возможно, пожарим рыбешки. Ну, из поклевок, значит, пока два ерша. Так, момент истины. Только что была же сильная поклевка на чипсы. Так что, кто делал ставку на то, что ничего не клюнет, возможно, проиграл. Ну что, у нас двойная сила рыбацкая тянет удочку. Так, и что же у нас там есть? И... Пустой крючок. Но клевало. Но клевало, клевало очень сильно. Ну что, мы надеемся на то, что все-таки мы поймаем что-нибудь на чипсы. Вот и поклевки. Рыба, похоже, подошла. Ладно, не будем ждать, надо тянуть. Только что клюнул небольшой лещ. Сейчас посмотрим, кто это у нас клюет. Вот они долгожданные поклевочки. Красота. Сейчас Илья покажет профессиональный заброс. Ладно, никого по пути не зацепить. Вот сейчас только что наш самый юный рыбак поймал небольшого леща. Вот это молодец. Вот это да. Вот это чипсы. Вот это чипсы лейса. Рулит, скажем так. Ну-ка покажи, какой он. Как у тебя ощущения? Хорошие ощущения. Ну, молодец. Молодец. Очень большой. Ну, молодец, вытащил такого. Наш юный рыбак. Леонид, что может по этому поводу сказать? Я говорю, что пошла рыбалка. Пошла рыбалка, да. Пора добавлять чипсы в нашу прикормку. Где чипсы? Молодцы. Молодцы, молодцы. Смотри, какой большой. Молодцы. Так, а у меня там что-то все клевало маленько. Но потом прекратило. Но ничего, мы тоже дождемся свою рыбу. И победим всех рыбаков на этом берегу. На моем счету пока что несколько, ну скажем так, три подлещика и один чебак. Но Влад, конечно, отключился. Молодец. Ну, либо можно просто сказать, новичкам везет. Ну, ничего. У меня вроде бы начинается небольшая поклевка. Сейчас я ее попробую заснять. Да, ездят здесь кое-кто. Мешают нам нормально порыбачить. Ждешь-ждешь поклевку, а они тут на катерах гоняют. Волны только делают. Рыбачу вот на такую вот красоту. Червячок. И на конце мы один опарыш. Вроде клюет. Несколько подлещиков поймал. Вот поклевки не прекращаются. Буквально после заброса. Минуты через две-три уже поклевка. Ну вот, спустя несколько часов рыбалки. Мы решили передохнуть. Наш шашлычок уже пожарился. Ну, как говорится, война-войной обед по расписанию. Так что мы, наверное, сейчас немножко перекусим. И будем готовиться уже к основной нашей вечерке. Коржики, коржики. Так, вот наша палатка. Наш столик. Шашлычок. Огурочки, помидорочки. В общем, нормально. Покушаем. О, есть рыба. Ну, давайте посмотрим нашего юного рыбака. Что же он нам сегодня, точнее сейчас поймает. Тяжело идет? Вечером будем щуку на мальков ловить. Ох, какой подлещичек. Лещ. Ну, как говорится, для кого подлещик, а для кого целый лещ. Ну, в общем, молодец. Да, у нас здесь заброшенная еще малявочница. Может быть, попробуем вечерком ближе к ночи на хищника половить. Ну, а сейчас ужин. Так, ну, вот наш за вечер улов. Ну, как говорится, не амбициозный. Но какой-никакой есть. В общем, мы молодцы. Поклевки, в принципе, хорошие, не прекращаются. Так что будем надеяться, что вечером они не закончатся. Оксновательно. И мы еще сегодня половим. А так будем рассчитывать на завтра. Вот на моей удочке что-то. Немножко поклевывать. Я насадил пучок червячка. О, очень интересный улов сейчас. Прямо сейчас произошел. Подожди, Влад, не доставай. Не доставай, не доставай. Смотри, Леонид поймал улитку. Ну, моллюска. Ну, ты его очень долго ждал. Ну, вот, значит, у нас Илья купил тоже себе фидер. Хочет стать так же фидеристом, как и мы все. Вот, сейчас мы его собрали. Будем потихонечку его собирать весь монтаж. Катушки перематывать и все. Вот он, значит. В принципе, неплохой. Недорогой фидер. Очень легкий. На всех кольцах три лапки. Вот, что, в принципе, неплохо. В принципе, нормальная вещь. Сейчас будем обучать. Обращаем. Сначала посвящение идет фидеристы. А, посвящение фидеристы? Большой рыбы тебе. Очень большой. Поедешь с нами в Тару, на этот фидер наловишь килограмм двадцать. Ну, сейчас посмотрим, потестим, как оно все будет. Так, сейчас тогда, сейчас кормушку сделаем карабин с вертлюжком. Снять. Да, сейчас подожди. Да, просто нужно просто карабин с вертлюжком. Мы уже просто, по идее, делаем что-то с чем-то. Из чего-то. Самое главное, сейчас вытяну. Монтаж на леске. Первое, у тебя цепляется кормушка. Делается петля восьмерка. То есть ты ее вот одну на одну накинул, повернул. Эту вот сюда вставил. Почему петля восьмерка? Видишь, восьмерка? Так как у тебя леска, то ее надо мочить. А иначе она сгадает. Теперь кормушку ты цепляешь просто хомутом. Ты вот эту дырочку ее вставляешь. Все, если тебе нужно поменять кормушку, допустим, вдруг в моменте тебе рыбалки захотелось уменьшить ее или уборщить. Ты просто хомутик растянул. Вот он, видишь, просто там чук вытянул, кормушку вытащил. Все. Дальше. Крючок у тебя цепляется. Считается, что где-то на уровне посередине кормушки, либо чуть-чуть ниже. Здесь ты делаешь тоже петлю. Для чего тебе нужна петля, а не просто ты крючок привязал. Для того, чтобы, если у тебя вдруг крючок оторвался, либо ты его решил заменить, либо поменять длину поводка, ты точно так же просто отстегиваешь крючок, и у тебя весь монтаж остается целый. Ты просто туда новый вставил, и все. Теперь у тебя должен быть... Где у тебя крючок? Самый твой топовый крючок? Нет, не любой. Это толстый. Это толстый у тебя крючок. Вот он какой, да, какой должен быть. Тоненький, мощный, жесткий, чтобы можно было и кита вытащить, и с ним ничего не произойдет. Сто метров. 0,35. Видишь, 35. Это вот леска на удочку, поплавочку цеплять на основную. У меня-то считается тоже толстоватая. Ну, я к ней привыкли, плюс она типа модная. Восьмерку вот здесь вот в конце. Ну, чуть-чуть, сколько-нибудь оттянул, сколько неудобно. И ты вот такие монтажи делаешь прям вот. И нам поводочницу наматываешь. Крючок. Ну, узлов считается, что миллион может быть просто. Ну, всяких разных. Крючок, значит, к основной леске цепляется петля в петлю. У меня еще там одни, мы после тары когда было, вот, видишь, вот он монтаж. Надо тебе стернуть, ты можешь его отрезать. Новый быстро подцепляешь, понеслась. И все, и вот у тебя вот этот вот монтаж. Оно падает, ил в землю проваливается, и все, он мёдом стоит. Разворачивается по течению и вымывается. Поэтому для фидера грузило без дна, без этого дна. Чтобы у тебя груз, это, прикормка вымывалась. И она шлейфом остается. Крючок по течению у тебя вытягивается и лежит в шлейфе твоей же прикормки. Понимаешь, да, рыбок? И там она его есть. Очень большого леща поймал. Наверное. Вот такого леща ты поймал вообще. Как тебе ощущения от рыбалки? Классно. Я никогда так не рыбачу. Раньше мы только где-то на той рыбалке поймали только 4 рыбы, и то маленьких. Не надо ли пожарить. Ну вот всё. Фидер мы, в принципе, соорудили, забросили. Будем ждать первых поклёвок. Ветер, наконец-то, стих маленько. Закат, красота. Рыбаки половина разъехались. Так что сейчас просто будем отдыхать. В принципе, место у нас отличное. Вот он наш лагерь. Тут, конечно, Илюха разложил все свои вещи. Но это мы потом приберём. Ну и нормально. Он у нас в садочке. Есть рыбёшка. Вечером, наверное, пожарим её. У нас очень много рыбы. Где-то штук 30-40-50. Это точно. 30-40-50 рыб у нас. Ну, вот такие вот дела. Продолжаем рыбачить. Вечёрка в самом начале. Так что всё отлично. Погода супер. Благоволит. Прокладненько, свежо. Ещё нас ждёт утрянка. Так что просто супер. Луна уже вышла. Хорошая погода, отличная. А если это ещё и с хорошими поклёвками. У неё уже там кто-то сидит. Ладно. Сейчас вытяну. Посмотрим, кто там у нас. Вот он поймался под лещичек. Так, тут хорошая рыбка клюнула. Лёня подсак. Давай, давай, давай. Заводи его. Кормушку чуть выше держи воды. Лёня, лови его, лови. Всё, доставай. Есть, есть, хороший. Езища. Вообще отлично. Вот он, новый фидер. Новый фидер у человека. Вот, чё, понял, чё такое фидер? А? Это, это даже больше, чем мой. Давай, смотри, смотри. Да. Он же даже, чем мой. Стой, стой, крючок там. Там крючок. Куда пошёл, погоди. Вот он, язища. Отлично. И вот как раз проверишь свои весы. Да, вес. Отличный язь. Ну вот так вот фидер новый у человека сработал. Короче, я говорил тому кожаному, купи фидер. Всё-таки купил. И вот его первый нормальный экземпляр. Молодец. Посвящали вот совсем не зря. Мы, дело в том, что посвящали фидеристы. Фидеристы большая. Отличная рыбка. Даже крупнее, чем моя. Идёт процедура взвешивания. Да, давайте сейчас взвешиваем. И на сколько он у нас сегодня потянет? 20 грамм! Да, ты забыл сбросить. 20 грамм! Вот это подурилово, конкретно подурилово 20 грамм. Так, давайте взвешиваем. Вот, вот, вот. Кило! Ровно килограмм! Ровно килограмм! Вот это лапать! Вот и подошла к концу вечерка. Делаем наш импровизированный костерок. Чтоб чайник подогреть. Или ещё что-нибудь покушать. В нашем лагере вот оборудовали уже свет. На какую ты ещё рыбалку собрался? Да нет, там где... На пару, скажи, на пару. Там где волки бегают. Я оружие возьму. А на рыбалку где волки бегают? Ну... В общем, отдыхаем. Сейчас будем отдыхать. Рыбалочка уже подошла к концу. Ну, повесили колокольчики на удочке. Если что-то клюнет, то будем выбегать. Так, сработали колокольчики на двух удочках. Нет, он тянет его. Стоп, у нас подсаки где-то. Лёня, Лёня, подсак, подсак. Давай! Есть! Есть, есть. Тихо, Влад, тихо. Блин! Ничего себе! Хорошая, тихо! Это ясь! Не отомните! Ушёл, ушёл, брат! Я ногой! У меня все ноги мокрые просто! Такой же, пап! Старого поймали. Ногой буквально он сорвался. Что, ещё там один? Блин! Осторожно, осторожно, не потеряю. Смотри, какой ясь хороший. Отличный ясь. Ещё один здоровенный. Все ноги мокрые, Володя. Я его ногой просто вот так вот. Сейчас он там сорвался. Ясь, и мы его просто футболили уже из воды. Вот это вечерняя рыбалка! Ну, отлично, отлично. Клюнул просто сильно. Мы сидели у костра. Вот наш костерок. Сидели у костра. И просто колокольчик, как зазвонить, смотрим. Там удочку уже аж вырывает. Так, небольшое включение. Только что, пока я перезакидывался, вытащили просто вообще отличного леща. Вот он какой. Ночная рыбалка хоть и редкая, но меткая. У нас вот получается, что уже вторая рыбка и второй трофей. И второй садок пошёл. И уже второй садок пошёл, да. У нас уже вход. Вообще отлично, думали лечь спать. Да не тут-то было. Клёв только начинается. Я сейчас тоже перезакинул удочку. У нас там есть небольшие ёршики, мы вначале ловили. Вот, перезакинул удочку, недалеко забросил. Потому что мы тут недалече, как буквально полчаса назад, видели возле берега огромную щуху. Она ходит, сейчас гоняет малька. И, в общем, мы нацелились на неё. Попробуем хищника поймать. Сорвался, сорвался. Да ну, сорвался. Пойдём, может на тебя идёт. Потихоньку. Нет, есть. Есть, есть, хороший. Кто там? Вот это прям. Отличная поклёвка была. Там трава, ё-моё. Блин, ты за ветку зацепил леща. Вон он, видишь, за ветку зацепился. Или это ясь? Лещ. Блин, и никак не дотянуться. Всё, есть, есть. Наконец-то у Леонида тоже хороший лещ. Долго ждали, наверное, часа, то и полтора. А вот это прям вообще охренительный лещ. Отлично. А я говорю, долбит, долбит. А потом это самое. Володя, надо твои ключи спутать, потому что на них пошло. А чё, Леонид, как? Охренительно. Всё, прям ночь. Вроде уже час ночи пошёл. А мы всё рыбачим. Надо дальше. Всем привет. Ну вот и долгожданное утро. Погода просто замечательная. И ветра, ничего, тепло, облачков нет. Дождь вроде не намечается. Ночь выдалась очень хорошая. Мы поймали несколько хороших лещей. Ночью оставлял удочку. В результате вытащил, поймался маленький ёршик. Да, конечно, хотелось, чтобы был ещё один большой лещ. Как ни странно, вчера всё-таки прикормка из чипсов Лейс, в принципе, показала неплохие результаты. Как ни странно. А у нас очередная поклёвка. Попробуем что-нибудь поймать. Ё-моё, борода вылезла, запуталась. Запутался шнур. Придётся сейчас перематывать всё. А я думаю, чё он не крутится, катушка. О, всё отлично. О, у нас кто-то есть. Опа, неплохой лещ. Хочу вам показать. Вот такой красавец. Положим в садок. Результаты ночной нашей ловли. Вот такие вот лещи. Отличные вот даже с моей ногой. Все под килограмм. Вот, четыре штуки. В принципе, хоть и четыре, но ночью нам доставили достаточно удовольствия. Ладно, забросим их в воду. Погода просто замечательная. Посмотрите на эту красоту. Пока ещё солнце не вышло. Обещают, правда, 37 градусов. А, ну пока сейчас просто замечательно. Рыбаки уже немного выходили. Тоже уже ловят. Продолжаю рыбачить на червя и опарыша. Из прикормки у меня, как я вчера говорил, остатки зимних прикормок с мотылём. А также лещ и карась. Кстати, хотел сказать, по течению несёт очень много травы. Она постоянно цепляется за шнур. Что доставляет массу неприятностей при вываживании рыбы. Ну, что поделать. Весна, половодие. Как-то с этим боремся. Постараемся почаще перезакидывать. Снимать траву со шнура. А то иначе получается, что он забивается в первых кольцах. И всё. И невозможно дальше тянуть. И можно упустить рыбу. Очередной лещ. О, крякает. Отлично. Если считать это открытием фидерного сезона в команде Кукушоу, то можно сказать, он очень удачный. Мне вот понравилось. Смотрите, поклёвка прям сразу после заброса. Ух ты, как долбит. Блин, какое наслаждение, такие поклёвки. Сейчас пусть заглотит получше. И мы его тогда вытащим. Хотя предыдущий тоже вначале клюнул сильно. И потом затих. Я уже думал, что всё, поклёвок нету. Решил просто перезабросить. Оказалось, он сидел на крючке. Нас больше всего удивил, скажем так, машинист того крана. Он, получается, вечером, как начал копать этот песок, так он, получается, копал его всю ночь. И вот сейчас уже утро. Он всё его копает и копает, копает и копает. Небольшие мелкие поклёвки, но до этого очень сильно клюнул. Я просто не стал вытаскивать. А сейчас так потихонечку, потихонечку. Давайте вытащим, посмотрим. Эх, была не была. Вдруг там кто есть. Не, никого. Ну, ничего. Сейчас ещё одну коробушку забьём. Прикормим нашу точку побольше. Пускай подойдёт к нам много-много лещей. А лучше ясь. Я ещё езя пока в этом году не ловил. Закидываю не слишком далеко. Метров 25-26. Вначале закидывал далеко, подальше. Вот. Но клёв хуже был. Он ближе где-то вот 25-26. Ну, до 30 метра. В принципе, неплохо. И по всем удочкам это заметно. Там одна удочка есть. У неё лески не так много. Её закидывали вообще метров на 15-20. И к тому же тоже там ловился неплохой лещ. А, кстати, вот эти два огромных езя поймали, кстати, тоже очень близко. Тоже где-то метров 20 всего лишь от берега. Левая рука чешется. К чему? К деньгам. А правая вторая, а левая к деньгам. Может, деньги откуда-то появятся. Ставим лайки. Не забываем. А еды-то мы еды набрали. Ё-моё, не знаю. Мы вчера ели. Всю ночь ели. Там ещё, наверное, на целый день осталось. Шашлыков нажарили столько. Там полная тарелка ещё стоит. Не знаю. Сегодня, наверное, подогреем на сковородке. Ну, едим позавтра. В общем, отдых удался на славу, если честно. Порыбачили. У костра посидели, отдохнули. Пообщались. Отлично. И рыба нас удивила. Если честно, мы вообще не ожидали, что мы таких вот больших сможем поймать. Да и не только больших, а вообще такое количество. Там, наверное, уже больше 10 килограмм, наверное. Вот. Ух ты, и поклёвка началась. Не успел подсечь. Сейчас подождём. Пусть заглотит моего червяка. Всё. Он наш. Что-то прям бойки. Ух ты, упирается. А подсак. Где мой подсак? Подсак-то, вон он. Уже минут полчаса хотел подсак подтащить. Чё моё сорвался? Чёшки, моторёшки. Кто-то прям вообще хороший был. Прям пил отлично. Так, вот он мой подсадчик. Так, его подготовим поудобнее. Блин, кто что такой был? Он прям так бил сильно. Я думаю, поклёвка себя опять же не заставит долго ждать. Кстати, рыбаки все с колокольчиками. Ну, на донку. Я вот уже сколько ловлю. Всего, может быть, раза два услышал. И вот у всех там человек, наверное, десять уже ловит. Наверное, у двух только поклёвки были. А у нас с вами одна за одной, одна за одной. Да, наверное, по звуку этот кран будет, наверное, мешать постоянно гудеть. Ну, чё поделаем. Хочется и птичек послушать. А тут этот крановщик. Ух ты, снова поклёвка. Готовимся. Скажем так, на изготовку. Сейчас я должен кого-то. Просто обязан вытащить. Так, вот он ещё один. Ещё одна хорошая поклёвка. Так, кто у нас там? Вроде, туго идёт. Есть что-то. Небольшой дерь. Мы его и без подсака достанем. Оп, вот такой вот. Отлично, рыбалка продолжается. Ух ты, зачем окунь тут гоняет малька? А вот возле берега плещется. Вчера ночью в свете фонаря мы видели щуку здоровую возле берега. Поэтому пытались поймать хищника. У нас там ёршики эти мучили-мучили нас, маленькие. А ничего, его пока крючок вытащишь, там уже и всё. Все внутренности у него вытащишь. Вот, думали, может быть, на него кто-нибудь клюнет. Но нет, две удочки забрасывали. Ни одной поклёвки. И ближе к берегу, и подальше. Ну, надежда была, вдруг кто-нибудь на ёршика позарится. Кто там их любит есть. Всё, о чём я и говорил. Всё, крановщик пошёл спать. Или меняться. Ну, в общем, всё затихло. Он успокоился и перестал копать песок. Ждём очередной поклёвки. Ну, погода пока не ухудшается. Я думал, солнце выйдет, ветер поднимется. Но нет, пока всё благоволит. Удач на рыбалке. Смотрите, красота какая. Просто аж уезжать не хочется. Вы только посмотрите, какие маленькие мальки. Видать, только-только вылупились из икрынок. Возле берега. Просто малыши-малыши. Сколько их много. Да, здесь каменистый берег такой. Я вот бросил немного прикормки своей, чтобы они подошли. И вот они плавают. У Лёни на удочке клюёт. А он только сейчас услышал. Вот и наступило утро. Все уже проснулись. Леонид сейчас попробует у нас вытащить кого-нибудь. Если честно, у меня уже пошла мелочь какая-то. Лещ вообще перестал клевать. Пошла плотва мелкая. Никого. Никого. Также вышли на охоту наши самые главные рыбаки. Ну, сейчас почти только проснулись. Почти только проснулись. Вот. Нормально втыкать нож в камни, ё-моё. Одни мальки что-то ловятся. Нам кажется, что один и тот же ловится. Один и тот же малёк ловится у всех. Солнце уже вышло, уже жалко становится. Ну, вот такие дела. Очень долго ждали поклёвку. Уже начинаем собираться потихоньку. Но кто-то клюнул, и неплохо. И кто же это у нас? Ёж что ли? Да, ёж. Да будь он трижды щукой. Ладно. В общем, собираемся всё потихоньку. Собираем лагерь. Будем выдвигаться домой. Вот и закончилась рыбалка. Рыбу мы уже взвешили. Так, здесь у нас в этом садке три сто. Ну, образно, три сто. В общем, три килограмма минус садок. Это у нас вот в этом садке, где большие лещи были. Сейчас взвешиваем наш амбициозный садок, в который практически ничего не залезло уже. Так, смотрим. В этом садке у нас тоже три сто. Ну, около трёх килограмм. Ну, в общем, неплохо. Клёв утром закончился. После того, что там я снимал, что несколько лещей поймал. После чего пошла мелочь. Мелочь перешла вообще просто в болт. Вот такая рыбалка получилась. Если кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Не могу, всё, ладно, глуши его. Субтитры сделал DimaTorzok